Давайте посмотрим на такое равенство. Я его здесь уже заготовил. Можно ли его понять в наших терминах? Оказывается, да. Если мы сейчас распишем число сочетаний из 1,2 по n, то мы получим следующую форму. 1,2, минус 1,2, минус 3,2 и так далее. 1,2 минус n плюс 1 разделить на n факториал. Это просто по формуле бенемиального коэффициента. Двое, здесь написано n штук, поэтому давайте прямо так и пишем вниз 2 в степени n. n факториал тоже переписываем. Вверху стоит произведение нечетных чисел от 1 до 2n минус 3. Отлично. 1, 3, 5 и так далее. Давайте сейчас еще вверх допишем всевозможные числа четко. 2, 4, 6 и так далее. и так далее, и так далее, вплоть до числа 2n минус 2. Ну, что тогда нужно будет? Вниз надо будет написать 2 в степени n минус 1. И еще вниз надо будет написать n минус 1 факториал. Хорошо. Тогда в числителе у нас фактически стоит 2n минус 2 факториал. А в знаменателе стоит 2 в степени 2n минус 1, n факториал и n минус 1 факториал. Ну, давайте подумаем, что это такое. Было ли у нас когда-нибудь это выражение? Для этого лучше всего на 2 умножить числитель и знаменатель. Тогда получим... Да, еще я забыл, конечно, минусы. Минус 1 в n минус 1. Там в каждой стопке был минус. Это не без этого никак. Так вот, это будет минус 1 в степени n минус 1. Да, там были отчетные числа. Мы делим на 2 в степени 2n. делим на n факториал, на n минус 1 факториал. Умножаем на 2. И в числителе у нас 2n минус 2 факториал. Так, здесь возникло число, которое у нас уже было. Это называется n минус 1 число каталона. Как объяснить, что оно у нас было? Ну, во-первых, кто-то может просто помнить формулу. Один из способов такой, когда мы решали задачу о всевозможных способах бросить монету, чтобы было n гербов и n решек, и чтобы при рисовании соответствующего пути у нас ровно данное количество было бы над осью. Вспоминаете? Какие у нас там были числа? Сколько, в принципе, было путей, которые... Путей с заданным количеством кусочков над осью абсцисс? Или было вот столько? Было столько же, сколько и... Какие там были возможности? Какие там были числа? Сколько отрезков может быть над осью абсцисс? 0, 2 и так далее, 2n. Значит, если мы вот это вот разделим на n плюс 1, то мы получаем n число каталона. Так? Ну, хорошо. Меняем на единицу. Здесь будет 2n-2, здесь будет n-1, здесь будет n, а здесь будет n-1 число каталона. Так? Теперь соображаем. Число сочетание из 2n-2 по n-1. Это что так сказать? Смотрите, там было n факториалу, поэтому это то же самое, что n-1 факториал умножить на n. Да, да. n-1 факториал умножить на n. Это в точности n-1 число каталона. Получилось. Ну, а это же, когда на 2 умножаешь и делишь на 2 в степени 2n, это в точности f2n. Из начала координат можно пойти или вверх, или вниз. И, соответственно, пути, которые, сделав n шагов, впервые оказываются на оси абсцисс, устроены так. Надо сделать шаг вверх, потом походить-походить, это n-1 число каталона, и спуститься. Или пойти вниз. Походить-походить-походить. Получилась формула? Мы можем написать разложение функции единица плюс х степень 1 на 2, то есть корень из единицы плюс х. Через что? Через f. Как это будет записано? Мы с вами, друг, что поняли, что f2n это минус единица n-1 степени умножить на число сочетаний из 1-2 о n. Так что же такое корень из 1 плюс х? Единица плюс f2x минус f4x квадрат плюс f6x в кубе минус f8x в четвертый плюс f10x в пятый и так далее до бесконечности. Проще говоря, возводим вот этот ряд в квадрат. и соображаем, что у нас получается. Какой получается коэффициент при х0? Единица. Какой получается коэффициент при х? Что можно сделать? 2f2. Да. х умножить на единицу или единицу умножить на х? Коэффициент будет равен 2f2. Это же можно скобнишку и скобки не писать. Хорошо. х квадрат. Какой будет коэффициент? Как лучше х квадрат? f2 в квадрате минус 2f4. f2 в квадрате минус 2f4. Отлично. х куб. 2f6 минус 2f4. f2. Да. 2f6 минус 2 произведения f2 на f4. Хорошо. Мы сейчас уже поймем вообще лакономерность. Но давайте еще. х четвертый. Что это такое будет? f4 в квадрате плюс f6 f2 дважды минус 2f8. Я понимаю. Плюс дважды f2 f6 минус 2f8. Да. Так. Ну и давайте напишем еще х пятый, а потом уже в общем виде. Как получать х пятый? Можно взять вот так вот. 2f10, да? Как еще можно получать х пятый? Минус 2f8 f2. Да. Еще что бывает? Минус 2f4 f6. Минус 2f4 f6. Да. Ну и так далее. Слушайте, ребята. А давайте мы просто напишем, ну, мне почему-то даже так больше нравится. Здесь везде двойки, потому что. Коэффициент при нечетной. Здесь х в какой-то там степени. В степени 2k плюс 1. Как ее можно получать? Вот у нас здесь роль 2k плюс 1 играла пятерка. 2 на... Ну, везде будет 2. Поэтому я могу ее вынести за скобку. Да. Так что будет? f с каким номером? 4k плюс 2, правда? f4k плюс 2. А дальше все время с минусом. Что у нас идет? Происходение f. f4k на f2. f4k минус 2. f4k минус 2. f4k минус 2. f4k минус 4. f6. И так далее, и так далее, и так далее. И все это на что закончится? на f2k плюс 2. f2k. Правильно? Или нет? Правильно. Как это записать через числа каталана? Давайте просто... Для каждого числа f напишем его выражение через число каталана. f со значком 4k плюс 2. Это есть f4k т. f2. Плюс f4k минус 2. f4t. Плюс f с номером 4k минус 4. f6. И так далее, и так далее. Плюс f с номером 2k плюс 2. f2k. Отлично. Подставим выражение для чисел каталана. Что у нас тогда получится? Здесь получается 2k. число каталана с номером 2k. зеленое на большую степень на 2 в степень 4k плюс 2. Здесь вместо n подставляем 2k. Значит, будет удвоенное 2k минус первое число каталана. И здесь f2 будет удвоенное нулевое число каталана. И делим на степени двойки. Но они все равно сложатся. Поэтому опять будет та же самая 4k плюс вторая степень двойки. Хорошо, смотрим следующее слагаемое. Опять будет удвоенное число каталана. Другое удвоенное число каталана. Единственное, здесь будет c первое, а здесь 2k минус 2. И та же самая степень двойки. И так далее, и так далее, и так далее. Так, ребята, я, во-первых, умножим все на 2 в степень 4k плюс 2. Во-вторых, разделим на 2. И посмотрим, внимательно, она будет сократиться. У нас в точности получится рекуррентная формула для чисел каталана. Понятно? Хорошо. Это я посмотрел. Да, почему для каких чисел каталана? Выражающие число каталана с черным номером через предыдущее. Это у нас получилось, когда смотрели коэффициент при х степени 2k плюс 1. А если мы будем смотреть на коэффициент при х в степени 2k? По большому счету то же самое. То есть, смотрите, вот здесь у нас было. И это есть формула, выражающая f8 через предыдущее. Если внимательно посмотреть, то опять получится формула. Только в этом случае уже число каталана с нечетным номером будет выражено через предыдущее. Продолжение следует...